Почему обязательно нужно приехать в Тюменскую область? Какие места нужно посетить? Как всегда, дарим подарки. Да, согласен. Какие места? Вот они, да. Дайте шанс, дайте шанс. Давайте посмотрим. Давай сначала с тобой, да? Представьте. Меня зовут Илона, и я думаю, нужно обязательно посетить мост влюбленных. Почему? Потому что очень красивый. Одному или в паре? Просто, вообще, набережная, очень красивая набережная. Красивая набережная, принимается, согласен, Тюмень. Далеко тоже ходить не будем. Я считаю то, что если вы приедете в Тюменскую область, то вам стоит прогуляться по улице Дзержинского, потому что там реставрируются различные дома, и они несут себе богатую историю Тюменской области. Подготовилась, как будто ты, смотри, молодец. Как зовут? София. И к тому же я была в эфире Тюменского времени в июне. И рассказывала как раз-таки об этих домах. Класс. Слушай, да, видишь, наши зрители нас все-таки любят. Ну слушайте, пока приманиваем людей только в Тюмень. Ну давай, естественно. Давайте, да. Куда сходить? Надо посетить музей. Какой? У нас их много? Словцова. Словцова. А как зовут, давай спросим. Как зовут? Миша. Миша, тебе сколько лет? Девять будет. Ты любишь музеи? Ты неспроста же заговорил? Мама тебя туда водит? Не очень. Не очень мама? А рядом эта мама твоя стоит? Да. Здравствуйте, не очень мама. А почему с ребенком в музей не ходим? Мы были в пятницу. Или не в столкновом музее, между прочим. Ну, видимо, забылось, можно снова пойти. А вы бы куда предложили сходить? В Краеведческий музей. В Краеведческий. Ну то есть прям по музеям пробежаться. Музей классный у нас? Да. В Илутровску сидеть, Острог и Илутровский. Прекрасно. И в Тобольске потом на уху. Договорились? Да. Все, мы договорились, друзья. Вот, подожди, подожди, у нас еще один. Нет, нет, вот. Кто? Кто из вас? Кто поднимал руку? Оба. Ну, давай. Ну, давай. Я считаю, что надо обязательно посетить в Тобольской деревне Абалак во время фестиваля. Я там была два раза, два года, то есть подряд. И там было очень круто, особенно когда ехать с палатками. Нет, ну подожди, ну очень круто. Что такое очень круто? Чем вы там занимались? Это Абалакское поле, наверное, да? Ну да. Там был фестиваль и был концерт. Это был мой первый концерт в 22-м году. Я была очень счастлива. И там готовили очень вкусный плов и очень вкусную кукурузу. Еще там были выступления, и это все было насколько хорошо подготовлено, что прям... Подожди, давай узнаем, человек-то, ты с чем выступала? Я не выступала, я просто... А, идем на выступления, которые там были? Да, на сцене ты была как артист или как зритель? Просто как зритель. Ну, понятно, но тоже неплохо. Спасибо. Я помню свои первые впечатления от концерта, на самом деле, знаете, правда, невероятно. Кто ни разу не был на концерте, очень жаль. Приходите, посмотрите, ближайший просто. Будете под впечатлением 100%. Слушай, ну, надо сказать нашим продюсерам, что все, давайте, давайте подарки. Наташа сейчас все сделает, да? Вы никуда не уходите, вы оставайтесь здесь, а мы давай... Еще одно, одно, про Тобольск мы поговорили, про Абалак поговорили. Еще одно классное место в Бердюшском районе. Местные жители называют свое озеро соленое Мертвым морем. Вот это означает, что у нас в Тюменской области есть свое Мертвое море. Круто, круто. Вода там действительно не пресная. У нас еще и пеликаны есть, не Тюменская область. Это просто кладезь каких-то туристических мест.